Но вначале я хотел порекомендовать вам приложение для мобильных телефонов Автомойки.ру Скачайте его на свой мобильный телефон Узнайте расположение ближайшей автомойки Оцените ее, посмотрите оценки, которые дали им другие пользователи Запишитесь на мойку, приезжайте и помойтесь А если вы хотите быть представителем этой программы в своем городе Зарегистрируйтесь на сайте и подключайте к приложению все новые-новые мойки И повышайте качество обслуживания в своем городе Для жителей Казахстана также доступно приложение Автомойки KZ Так что проходите по ссылочкам в описании Скачивайте программку на свой мобильный телефон И сделайте свою жизнь реально проще Автомойки.ру И кстати у этого видоса, если мы говорим про видос Будет две версии Будет такая длинная, которая будет вот по этой ссылке Вот сюда тыкай прямо, вот здесь вот будет вход в длинную версию видео Или оставайся на этой страничке и посмотришь, скажем, минуток 18-20 Решать исключительно тебе Удачи! Господа, где-то в середине июля 2015 года Мы с Александром выгрузились в городе Владивосток Мы преследовали одну цель Проехать через всю страну, имея в кармане 200 тысяч рублей Из которых 100 мы оставили себе на дорогу И 100 на то, чтобы купить сказочный автомобиль Порядка полутора суток мы этот автомобиль искали И судьба так к нам расположилась или не расположилась Кстати, я уж не знаю, как это считать Что в итоге купили мы этот самый автомобиль Про который сегодня вам вместе расскажем Я думаю, нам все же связывалось с автомобилем Потому что мы ставим в Питере, а автомобиль за нами Да, а куплен он был действительно в городе Владивосток Ребята, Toyota Townace 90-го года Два дизельных турболитра И 11,5 тысяч километров Мы прилетев, мы вышли в аэропорту И тут же поехали искать автомобиль Как вы видите Три автомобиля мы посмотрели В принципе, один не заводился Один был без капота Один был без аккумулятора А в каком-то этом же автомобиле кончился бензин И в этот момент к нам приехал бусик Да, он сам Это единственный хозяин, который вообще сам нас нашел Да, приехал Очень такой миловидный морячок И мы тогда поняли, что мы до этого смотрели легковую тачку Потом мы смотрели универсал Кариба смотрели А потом мы посмотрели бусик Мы сейчас с тобой стоим, я чувствую, что соляр И тянет так, что просто ветер подул оттуда И на нас запах ходит И на нас сейчас я уже в Владивостоке Снова, да? Да, да Так что по факту оказалось, что эта машина действительно стала моим домом на 22 дня А с Аниным на, получается, типа 18-19 дней То есть реально я в этой тачке спал, ел, готовил еду Провел какое-то количество тысяч часов за рулем Так же, как и ты, собственно, да? В этом плане бусик, я считаю, волю, конечно, случайно Это не то, что мы там изначально рассчитывали Оказался идеальной машиной для нашего путешествия Люди нас не отпускают просто никак Так, не давал мне спать Нашел меня на трассе по маячку Привез еды и пытался насильно накормить По нему видно, что он всех кормит Он сам себя кормит постоянно И меня хотел накормить А сейчас давайте я вам расскажу про то Чем нас эта машина покорила сразу с Аней Почему мы решили взять именно ее Ведь мы даже купили ее не сразу Мы ее посмотрели Прошло время, мы перезвонили хозяину И взяла нас отнюдь не тем, что у нее полный привод И дизельный мотор Типа экономичная, высокая резина Подвеска жиповая Не-не-не-не-не Это все не было ключевым фактором Ключевым фактором в этой машине это был салон И когда я говорю про салон микроавтобуса Естественно, я не рассказываю вам про то, что вот эти вот два передних кресла Там это фуфло, это никого не интересует Это такое же, как во всех остальных тачках Это вообще все ерунда Салон микроавтобуса Это то, что скрывается за этой огромной сдвижной дверью И я как человек, опять же, западный Я опять понимаю, что здесь все не так, как привычно для нас Но уже в хорошую сторону В этом салоне, если мы сравниваем с доступными нами Volkswagen транспортерами, спринтерами Что может быть еще старое у нас Да вот всякая такая фигня Здесь пластик мягче Велюр прикольный и он живой Здесь все обшито карпетом То есть эта машина изнутри Она напоминает комнату вашей бабушки Везде ковры, везде уют, везде все мягко Здесь даже шумоизоляции штатной особо не надо У вас везде все шумопоглощающее Но этот пластик, вот смотрите, его можно продавить Даже на боковых стенках Все это реально То есть тут три ряда Сюда помещается семь человек А нас было аж двое И нам было это очень важно Потому что куча барахла всегда помещается на третий ряд Барахло никогда не нужно складывать по вашим многочисленным рюкзакам Его можно просто однажды разложить И все раскиданным здесь оставить То есть как в мужской комнате Такой хороший бардак И в этом бардаке ты всегда знаешь, где что лежит А потом, когда ты едешь сзади Когда один человек рулит, второй может сзади спать Причем у нас, смотрите, это воздуховоды печки Сзади два, да? Это у нас, чтобы мотор не кипел Чтобы кипел Чтобы кипел, да-да-да Это всегда было с собой А вот здесь у нас располагалось некогда управление второй печкой Кстати, в тепло она и сейчас работает Здесь была вот эта вот Эта печка задняя Включалась Вот отсюда у нее дует воздух И отсюда по низу у нее дует воздух Именно поэтому у нас вот такое в салоне есть разделение Здесь конкретно воздуховоды идут печки Радиатор стоит Свой прикуриватель сзади Еще бардачки сзади есть Вообще под все что угодно Управление температурой этой задней Вот скорость, с которой печка дует Тут вообще есть все А вот сам аккумулятор в этой тачке Он располагается вот здесь Прямо под полом На самом деле Тут так по-ящерски все это Ой-ой-ой Вот у нас раз Обшивочка Открываете люк И вот тут стоит аккумулятор Вообще не вопрос Так что даже если вы зимой А, кстати, зимой, на морозе Или в дождь, когда у вас сел аккумулятор Вы его меняете в салоне То есть, опять же А в салоне, смотрите, я могу стоять вот так Вот Поэтому даже если суперливень Аккум вы меняете при этом в тепле и в сухости Ну, вообще не вопрос Не, на самом деле Ребят, Таун Эйс это супер тачка для путешествий Никогда Ты гад Я снова захотел в путешествие Едем Ах-ха-ха-ха-ха-ха Ребят Скорпит Вот Афганист Музыка Как вам сказать, это называется не просто дежавю, это не какой-то абзац. Сейчас Саня снова рулит, да-да-да, я снова нахожусь, вот сейчас, я снова нахожусь вот в таком состоянии. В общем, происходит очередная поездочка. Сейчас можно налево, Саня. Окей, босс. Ха-ха-ха-ха. Попелились исключительно вот так. Ну, я думаю, вы все это видели всегда на обзорах. Люди смотрят непонимающе на все это. У них какие-то постоянно возникают вопросы, что творится. Милиция особо нами даже никогда не интересовалась, на самом деле. Вот такая ситуация. Мы спокойно так ехали по городу, рассуждали на какие-то свои темы, рассказывали вам, какой прекрасный город, ё-моё, как он наваливает. Как все это происходит. А когда Саня разгонялся, мы забирались внутрь, закрывали нафиг этот люк и ехали дальше по своим делам. Сознайте, Кость, и именно еще одна большая причина. Мало того, что этот бусик проехал через всю Россию, его небольшой ценник просто просит его оставить у себя. Ну, собственно, да. То есть эту тачку сейчас или продавать куда-то, и наварить за нее сколько там, я не знаю, 50, типа. Или получить в итоге трэш-мобиль, с которым ты можешь вытворять вообще все, что хочешь, за небольшие бабки. С полным приводом, удобством в автомобиле, тем самым, о котором ты только что рассказал. Да. Можно с собой взять сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек спокойно сюда грузится, вообще без вопросов. Но, в принципе, и все. А что тебе еще надо? Ну, он заводится и едет, это его главное преимущество. И печка даже чуть-чуть греет. Но греется, кстати, паршивенько печка. Ну, мне стало жарко. Ну, тебе стало жарко, потому что на улице солнце. В принципе, тебе стало жарко и без этого. Но реально, если вот так бойцов сюда набрать или что-то еще проще, вообще без проблем. Давай-ка, вот очередной прикол бусика. Смотрите, Саня, только братан, держи ровнее. Ну и, собственно, вот и все. Да, именно так, кстати, мы сделали. Да, именно так всегда все это и происходило. Да, можно прямо, да, ехать. Там как раз плохая дорога и все. Именно так все это и происходило. Прямо в крути, без проблем. Да, да. Переполз сюда, на заправочке кто-то другой заползает на заднее сидение. Все, вопрос решен. Вот в этом и прикол бусика и был. На самом деле кнопок довольно много, потому что, обратите внимание, в базовой комплектации у этой машины был задний кондиционер, подогрев заднего стекла. Это кнопка полным приводом. Кондиционер переднего ряда. Ну, печка самая обыкновенная здесь. Фирменная магнитула, которую раздолбили сидоры на выставке. Подстаканники нам доступны, вот такие. Причем даже типа ими можно немножечко управляться. Это у нас типа бархоткой обшит просто какой-то бардачок. Типа небольшие часики. Ну, что-то такое. Есть еще вот такой бардачок, который сейчас я просто не... Все, спасибо. Не рискну в загляд. Давай, да, да. Ну, в общем, в бардачке то что-то есть. Количество всяких органайзеров в этой тачке, оно просто зашкаливает. Просто невероятно. Здесь нужно разложить все мобилки. Вон у Сани айфончик лежит. Это машина 91-го года. Смотрите, как, смотрите. Гаечный ключ и айфон. Это, в принципе, все, что вам нужно в бусике вообще видеть. В любом путешествии по России. В любом путешествии по России. За этим всем еще у нас коробочка. За этим всем подлокотник, где опять какое-то палево. Документы. За этим еще один у нас фишка для гаечных ключей. Потом пепельница. Дальше уже пошел задний ряд и задвигоны заднего ряда. Тут еще пепельница есть. Тут еще органайзер посередине. С твоей стороны, по-моему, все кончится. То есть 25 лет назад все делали для людей? 25 лет назад в ней органайзеров больше, чем в современном Volkswagen транспорте. Для этого у нас есть еще задний дворник. Здесь включается. Там у нас включается idle up. Это фишка, чтобы холостые повышались на холодном моторе, чтобы быстрее прогревался. Не работает. Костя, открою мне глаза. Я еще не смог заглушить автомобиль. Потому что еще установлен турботаймер. Правда, он колхозный. Но он работает. Да, он до сих пор работает, тем не менее. Кнопочка 4WD. Не кнопочка, да. Табличка, которую Сидора отодрали на выставке с задней двери. И самое главное, у нас есть еще понижающая передача. Вот этот рычаг возле коробки, он отвечает за то, что мы могли поехать прямо, Саня. Ну ладно. За то, что у нас еще включается и понижайка. То есть конкретно почти все жиповые опции доступны. Но при данной геометрии машины это не имеет особо никакого смысла. Да, и бусика до сих пор узнают. Смотри, Subaru Club. Ну Subaru Club на с этих путешествий вообще везде просто. У них там Legacy, кажется, клуб. Они Subaru, да. Они все очень дружные. Субаристы нормальные люди абсолютно. Но главное, вот заметьте, как мы едем оба, да. У нас такая поза абсолютно. Мы расслаблены. Да, это не X5. Это точно. Это не X5, если сможем так ездить. Смотрите, мы в маленьком бусике, но он внутри адски широкий. То есть Саня вообще не худышка, ну я худышка, ладно. Но мы сидим оба на подлокотниках. И подлокотник, кстати, нам хватает. Мы не тремся плечами, мы не тремся локтями. Вообще все супер. Вот это реально факт. То есть в этой тачке ты отдыхаешь, когда ездишь. И по городу на ней на самом деле гиперкомфортно. И штрафов почти на ней не бывает, поскольку скоростной режим вам не позволяет. Тебе сложно высечь скоростной режим на этой тачке. Просто при всем уважении ты не сможешь этого сделать. Ты должен какой-то особой квалификацией быть водителем. Но мы такими не являемся. Кость, ну что, какая идея сейчас? Ребят, у нас походе окончился гидроусилитель. Короче, у нас машина не заводится. Поэтому мы сейчас будем заводить ее при помощи репеллента от комаров. В этом у нас в расширительном бачке тасол черный становится. Потому что, видимо, это выхлопные газы в него идут. Сам капот неожиданно. Это левое кресло. Левое кресло пассажира. Что все время очень непривычно для меня, как для западного человека. Потому что пассажир сидит справа. Но здесь ты подходишь. Вот это все откидываешь. Здесь обилочку. Тут есть защелочка. Даже две защелники. Ну, которые мы обычно использовали. Только одну из них. И все это откидываешь. Наверное, первые недели до Улан-Удэ, по-моему. Да, Сань? Мы не знали. До Улан-Удэ мы держали это рукой. Мы не знали, что есть тут специальная рюшенька. Вот такая вот здесь она. Которая цепляется за скобу. Это можно делать вот так, без рук. Но мы реально где-то... Ну, не 10 точно. Мы, наверное, вот так вот держали руками. Я подпирал это головой. Вот так вот, когда заливался от ассола. В общем, мы боролись с этой штукой. Оказалось, что нет. Основная проблема этого мотора, которая была у нас... Вот так нож все время в кадр хорошо лезет. Это то, что он кипел. При всех словах, что это же Toyota, это супер моторы, нам стали быстро писать в комментариях, ну, вот там был такой моментик с этим вот мотором. Это называется 2CT мотор. Т означает то, что он турбированный. То есть это 2 литра на 84 лошадиных сил. Турбина здесь стоит маленькая. Без интеркулера жарит сразу в котлы. Причем жарит она типа с тысяч полутора. На приборке соответствующая лампочка, которая называется турбо. Эта лампочка загорается, когда турбина дуть начинает. Мотор всегда практически в перегреве. По трассе, если вы едете и держите больше 3000 оборотов, он начинает перегреваться. Далее у нее ведет бошку. Если у нее бошку не повело, у нее возникает трещина. Если всего этого не случилось, у вас что-то случается с радиаторами, он перегревается, и у вас все равно ведет бошку, дальше попадает татсол, в масло начинается эмульсия. Если всего этого не произошло, у вас бачок охлаждающей жидкости расположен слишком низко, рециркуляция нарушается у всего этого, его заклинивает, опять он закипает. Если со всем этим в порядке, то уже начинаются проблемы с ТНВД и масляным насосом. Но нам повезло, у нас случилось все из этого. Мы красавчики, у нас и лопнула башка, у нас эмульсия в масле, у нас и из бачка постоянно сплевывал атосол, и сейчас из него сплевывает. У нас он, естественно, кипел по трассе. Мы вообще просто капитальные красавчики. У нас что-то из ТНВД, потому что иногда черный дым из трубы идет, то есть это явно перегрев. В остальном же он довольно надежен. То есть, в принципе, проблем никаких. Заводится с полфыра, вообще все сенокозно. Мы по всей земле кочуем, на погоду не глядим. Где придется, заночуем, что придется поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг. Свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И в бургончик поле чистом, это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты. Таким образом, что мы по Бусику решаем, Сань? Мы его, во-первых, одобряем. Так. Для любого путешествия. Так. То есть, не именно наш, но наш именно тоже мы одобряем. Просто формат Бусика мы одобряем для любого путешествия. То есть, я ставлю этому Бусику за счет за то, что, будучи заранее проклятым, и он, знаешь, идущий на смерть. Вот это про него. И тем не менее, смерти ему удалось избежать. Он все равно прошел, проехал, сюда доехал, и оказалось, что мы должны были его продать. А на сегодняшний день Бусик по-прежнему в деле. Вот это прикол. Бусик это такой действительно трэш-мобиль, который как вот козырь в рукаве в какой-то нужной ситуации всегда выскакивает и разруливает все наши тайные движения. Плюс у Сани, потому что Саня вписан в страховку. Саня на этой машине уже практически как свой. Приезжая в Питер, у меня есть автомобиль. Поэтому Саня, приезжая в Питер, теперь всегда знает, что его ждут ключи на ресепшене. И от номера, и от его новой импортной ласточки. Задача Бусика, ребята, жить вопреки. Поэтому я считаю, что мы должны сделать так, чтобы еще какое-то время он жил вопреки. И мы ему дадим такие задания, после которых обычные машины выживать не должны. Но все-таки это Бусик. Редко, но метко он должен стрелять. Так что спасибо вам огромное, что смотрели. Спасибо огромное вот этому Бусику за то, что он доказал всем вам, что можно пересечь страну конкретно на такой машине. Огромное спасибо тебе, Саня, что поддержал меня, продолжаешь. И я уверен, что ты за рулем этого Бусика еще покажешь нам всякие прикольные штуки. Ну, это потом покажешься. Возможно, рискуя собственным здоровьем. Да, 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 это все позже. Спасибо огромное всем вам за то, что я не знаю. Но посмотрите, что вы с ним сделали. Нет, вы, конечно, по большому счету, как стадо уродов, да, на него набрасывались и списывали. Но вы делали это из благих побуждений. Вам всем все это разрешили. Поэтому в любом случае, то, что Бусик такой, то, что он здесь есть, это заслуга ваша по большей части, нежели наша. Мы просто по кайфу поугарнули. А вы выносили тасол, масло, еду, воду и все прочее. То есть реально это и ваша заслуга. Поэтому для вас он будет продолжать жить и ради вас. Еще раз всем вам огромное спасибо. Огромные всем удачи. И пока-пока.